Ничего себе, да? Это через эту штуку звучит, Греч, что-то неплохо, смотрите. И даже как будто... Как будто я играть умею. Правда же, да? Кажется же, что умею, да? Правда? Между тем, друзья, это не гитарный комбик для джазовых виртуозов, а беспроводная аудиосистема Тиволи. Да, еще с радиоприемником, естественно, как и положено у любого Тиволи. Называется Songbook, что-то там. И, кстати говоря, есть чуть-чуть поменьше такой бумбоксик. Может быть, вам видно здесь? А, ну на заклейках-то точно видно. Да, буковки в конце и название конкретной модели по ссылочке в описании посмотрите. Так вот, Тиволи Аудио. Напомню на всякий случай, что это такое. А это удивительный, честно говоря, для меня аудиобренд. Как это? Уже довольно старая американская контора. Ей 23 года. И с начала 2000-х они делают вот такие вот маленькие... Сначала начали с радиоприемников. Вот. И теперь, естественно, это уже и блютуз-колонки, и беспроводные, и доросли вот до вполне полноценного бумбокса. Но что такое Тиволи Аудио, на самом деле, понимаете? Ее основатель не кто иной, как Генри Клосс. Человек, который в 1952 году основал компанию Acoustic Research. Легендарный американский бренд, под которым выпускались, в частности, проигрыватели винила, на который молятся люди до сих пор. То есть, аудиофильская родословная у этих приемничков, боль здоров какая. Хотя, конечно, вы тоже задумайтесь. В 2000-м году начать производить аудиофильские мини-переносные радиоприемники. Вообще, в принципе, радиоприемники в 2000-м году начать производить. Самое время. Но, кстати говоря, с точки зрения того, как они сделаны, вещи отменные. У меня есть приемник, именно что приемник Тиволи, который мне подарили году в 2007-м, ну что-то такое. Так он до сих пор где-то у мамы стоит и поет регулярно. А, ну где-то, в смысле, на кухне, конечно же. И ни одна кнопочка не отводилась, и ни одна ручечка не зашуршала, понимаете? А вот это их новейшее изобретение. Ну, в некотором смысле, безусловно, бастард. Потому что есть там поклонники 777-х шарпов, или как они правильно называются. Че вам не хватает? Эквалайзер есть, огоньки есть, две колонки есть. Че, мало? А, ручка есть, крутилка. Все, хватит. А, причем написано же, что эквалайзер, посмотрите, реально три ползунка с центральным положением фиксирующимся. С ума сойти. И они, написано в инструкции, что они аналоговые. Не знаю, потому что, когда ты кручешь, эквалайзер, здесь на экране отображается минус 6 от плюс до минус 6 децибел. Ну, может быть, они энкодеры аналоговые. Аналоговость, наверное, имеется в виду эстетическое. Но, тем не менее, слушай, работают. Че, на гитаре покажу. Даем верхов и басов, да? А если все убрать, одну серединочку. Работает. Но мы, конечно, как правильные пацаны, выкрутим все ручки наверх. Так тоже можно. Но если серьезно, то, правда, гречи без перегрузки, прозрачненько. Ну, то есть, если у вас хорошая гитара, она прямо здесь, ну, действительно, через эту систему. Понятное дело, что не так громко. Ну, это не концертный комбик. Но именно, чтобы поиграть вот для себя, вообще кайф. Такой прям тембр приятный. И тут специально вход... Так, надо выключить его. Тут, смотрите, на эти тумблеры. Переключатель тумблера, как на моем комбаре Вокс. И на большом джеке вход, да. Между прочим, вход этот можно использовать и для подключения любых других источников. Пожалуйста, там. Тот самый проигрыватель винила или еще что-нибудь. Насколько я понимаю, вход на самом деле... Можно туда монофонический джек от гитары ваткнуть, а можно и стереофонический с распайкой на два канала. И будет вам подключение любого другого внешнего источника звука. Что-то еще есть. Понятное дело, блютуз. Конечно же, в этом случае вот эта вот лампочка горит моим любимым светом. Знаете каким. И поэтому блютуз, хотя бы блютузу играет вообще. Радио есть аналоговое. ФМ диапазон, все как положено. Ну, и для вот этих всех европейцев и англичан еще цифровое радио DAB. Ну, нам это не важно. А вот еще антеночка для ФМчика. Да, но еще из интересного. Тут есть внутри аккумулятор на 10 часов автономной работы. То есть это действительно переносная штука. О, металлическая ручка. Ничего себе, какая она. С тугим ходом. Да, здесь еще кнопочки пресетов радио. И тоже переключение. А, это как раз настройка звука. Тут можно включить блютуз кнопкой. Можно включить сканирование диапазонов. Обалдеть. Так вот, в комплекте еще есть, знаете что? Тряпочка для протирки корпуса. Я хотел вам ее показать. Но, кажется, я ее куда-то уже... Я не знаю, пригодится ли она моему приемничку. Я не помню, пришла ли она. А они все сделаны из вот такого очень интересного... Кстати. Да, пластика. Такого интересного пластика, который по фактуре из... Вот он вроде бы такой глянцевый, но не такой глянцевый, как тот пластик, с которого делают китайские саундбары. Знаете, такой олиповатый, который сразу видно, что поцарапался. Эта штука еще и стареет очень красиво. То есть, да, она немножечко матируется, но вот вспоминая свой приемник, она как бы... Он затирается, но ощущение от него остается, как будто он реально вот такой вот, типа, транзистор 60-х годов. То есть, это какая-то очень правильная краска или очень правильный, собственно говоря, тот самый... Тот самый пластик тех времен. Ну, вот у него абсолютно тактильный эффект такой ретро-штуки и очень крепкий. Ну, то есть, никаких скрипов, конечно же, да. Да, кстати, в розетку эта штука не включается. Аккумулятор там есть, заряжается он по проводу USB. Я так понимаю, от более-менее любой внешней зарядки. Как-то невероятные современные технологии. Ну, эстетически тут, конечно, явный акцент на то, что эта штука не простая. Это не просто бумбокс. Это серьезный, солидный бумбокс, потому что, опять же, металл, вот этот вот пластик, эти все, ход тугой везде у всех ручечек. И, понятное дело, главная ручка настройки радио, верниер, да, когда вот это вот колесо, оно двигается немножечко медленнее, чем ты крутишь ручку. Ну, чтобы точную настройку производить. Это, конечно, нативле на всех радиоприемках такая штука есть. И это обалдеть. Ну, я молчу про тумблеры, да. Вот эти вот. Я вас умоляю. Да, ну, собственно, чем он играет? Между прочим, это трехполосная аудиосистема. Несмотря на то, что два вот этих вот динамика одинаковые по размеру, это разные. Их предназначение разное. Твиттер, среднечастотник, басовик. Три полосы. Общая мощность, причем усиление на всей динамике 50 ватт. И, кстати говоря, в данном случае абсолютно я верю этой цифре. Ну, обычно же на подобного рода букбоксах пишут 1200 ватт или что-нибудь такое. Ну, в смысле, не подобного рода, а такого размера, который продавались на рынках, я помню. С прилавочков. 1200, у кого больше. Здесь 50 ватт. И, в общем, я не удивлюсь, кстати, если они не используют даже класс D, потому что эта штука тяжелая. Будь здоров. Ну, даже и в классе D. Нет, слушайте, там, возможно, аналоговый усилитель стоит. Спецификации нет, но верю. Учитывая вообще, в принципе, безумие затеи и тот аудиофизический провинанс, который есть у компании, 50 аналоговых ватт. Фу, вполне возможно. Судя по звуку Гретча, прям вот да. Как же он играет? Ну, опять-таки, вы уже слышали звук Гретча. Это винтажный Гретч 95-го года. Японский. Мне кажется, тембр замечательного инструмента эта аудиосистема передает прекрасно. Ну, или, по крайней мере, неплохо. Что же касается Bluetooth и радио, то вот это типичный Тиволи. Они, не знаю, по-моему, вот опять же, они все играют одинаково, в том смысле, что у них у всех одинаковый характер, одинаковая настройка звука. Она имеется. То есть, это не просто какая-то там беспроводная колонка или бумбокс, который лишь бы играл. Нет. Он играет именно что приятно. С вот этой вот выраженной теплой серединочкой, которая прям такая, она прям даже подробненькая, она такая прочувствованная. С артикуляцией с хорошей. То есть, детальность присутствует. Это все вот как, опять же, приятно, хорошо сделанный широкополосник. Хотя здесь, конечно, с точки зрения тембральной палитры тоже все в порядке. Потому что он довольно басовитый и верхату вполне себе присутствует. И самое интересное, что вот эта штука, например, она прям умеет громко. То есть, вот проблем с уровнем звука у нее вообще нет. То есть, к сожалению, я действительно представляю себе каких-то хипстеров, которые это несут с собой. Богатых хипстеров, скейтеров вот этих вот московских. И, значит, начинают там накатывать под какие-нибудь биточки. Так что невозможно с открытым окном находиться в квартире. К сожалению, это вполне осуществимо. И это мы, безусловно, осуждаем. Не надо шуметь на улице. Кстати, да, представьте себе. А в эту же штуку можно, например, и микрофон включить. Представьте себе. И они еще начнут свой рэп читать. Вот, кстати, тут был случай у меня в соседнем дворе. Ну, даже не в дворе, на переулке. В 2 часа ночи просыпаюсь. Какая-то рыбчина рубит прямо вообще. Какой-то битмин. Причем, так слышу, любопытная какая-то. Такая с хитрым каким-то ритмом и непрерывным импровизационным разговором. Причем разговор не разобрать. Слышим, что громко. Я аж вышел на улицу посмотреть. Представьте себе. Бумбок стоит. Стоит 6 чуваков вокруг. И, типа, реально читают друг к другу там что-то. Панч, отбивочка, все дела. И у них такой рефрен у всех совместный, который они вместе все читают. А потом, видимо, импровизируют, что ли. А я обалдел. В общем, милицию вызывать не стал. Как там у Виктора Олеговича? Это была сильная вбойка. Так, а для следующего пассажа нам понадобится... Нет, ну смотрите. К чему я? Так, я выключу. Греч от греха. Видите? Здесь у него... Это, кстати, фазик. Обратите внимание. А вот здесь у него специальная герметичная крышечка, на которой USB-разъем, видимо, для апгрейда, и USB-C для, собственно говоря, зарядки аккумулятора. А почему она герметичная? Да, потому что эта штука еще и с защитой от влаги. Более того, не просто с защитой от влаги, а с защитой от дождя. Ну что, проверим. Вжух! Шампанское в студию. Ну что, светишься? Светишься. Так. И главное, не полить свои приборы. Ну что, как думаете, сейчас загорится и выключится? Или нормально будет? Что, вы думаете, это не шампанское? Пузыри есть? Все. Как хотите. Ну что, прощай, дружочек. Себя полил. Нет, не выключился. Тест пройден успешно. Субтитры сделал DimaTorzok